Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о чудесной детской писательнице Джулии Дональдсен. Я уверена, что многие из вас читали и многие любят ее рифмованные истории о Груффало, о его дочурке, о Человеткине, о Грозуне с большой дороги и многие-многие другие. Ну а этот выпуск у нас специальный и посвящен именно творчеству и жизни Джулии Дональдсен. А почему, вы сейчас поймете сами. Джулия Дональдсен родилась в Лондоне 16 сентября 1948 года. И вот как она сама вспоминает о своем детстве. Я выросла в Лондоне в высоком викторианском доме с террасами. Моя бабушка жила наверху, а дядя и тетя на среднем этаже. Мы с родителями младшей сестрой Мэри делили первый этаж с нашим котом Джеффри. Он действительно был переодетым принцем. Мы с Мэри спорили о том, кто из нас выйдет за него замуж. С самого детства у нее осталась на всю жизнь эта способность верить в светлые добрые чудеса, способность фантазировать и придумывать различные истории. Вот мы с Мэри переоделись ведром и лопатой для конкурса костюмов, вспоминает Джулия Дональдсен, показывая свои фотографии. А вот бабушка открывала большие коричневые конверты, чтобы мы с Мэри могли рисовать и писать рассказы на обратной стороне этого конверта. Мне очень нравилось писать рассказы в школе. Первый рассказ, который я написала, был о кролике с оранжевыми ушами. Эти уши были в форме морковки. У нас с Мэри никогда не было кроликов, когда мы росли, но у нас были кошки и много-много котят и довольно много морских свинок. Что же отличает Джулию Дональдсен от других детских писателей? А то, что ее замечательные истории очень легко воспринимаются. Они быстро запоминаются и нравятся читателям разных возрастов. А еще они очень музыкальные. И это не просто так. Ведь и музыка, и поэзия легли в основу творчества этой замечательной английской писательницы. Она сама музыкант, и это очень ей помогает в ее и литературном творчестве. На вопрос о том, как или когда она решила стать писательницей, она отвечает так. На мой пятый день рождения отец подарил мне очень толстую книгу, которая называлась «Книга тысячи стихотворений». Я очень ее полюбила. Я читала стихи, декламировала их, выучила их наизусть, а затем начала сочинять свои собственные. И хотя много лет назад я очень хотела стать поэтом, но в какой-то момент она передумала и решила, что место ей на подмостках театров. Она подумала, пойду-ка я лучше на сцену. Это не совсем сработало, потому что она выполняла и другую работу. Она работала в издательствах, на радио, она преподавала в школах. Но каким-то образом, когда мне было пять лет, я поняла, что хочу делать. У меня есть теория, что такое случается со многими людьми. И, как мы убеждаемся, то, что было задумано в пять лет, сработало через какое-то определенное время. И Джулия Дональдсен все-таки стала поэтом и писателем. С самого детства Джулия Дональдсен очень любила стихи. Самым любимым ее поэтом был Эдвард Лир. Она играла в школьных спектаклях, играла на фортепиано, занималась в театральной студии, участвовала в детских спектаклях. Родители Джулии очень хорошо знали немецкий язык. Во время войны они оба так или иначе работали переводчиками. И эта любовь к иностранным языкам, способность учить иностранные языки передалась и их дочери. И уже в школе Джулия Дональдсен хорошо освоила немецкий язык, французский язык. А в старшей школе, когда она уехала на лето подрабатывать в Неаполь, то она выучила и итальянский язык. Ну и после школы желание изучать языки никуда не делось. Поступив в Бристольский университет, она стала изучать драматическое искусство и продолжила свои уроки французского языка. Между прочим, учеба давалась ей очень легко, и она закончила университет. С отличием, это было очень веселое время. Время, когда на весь мир примела слава ливерпульской четверки Битлз. И, конечно же, многие молодые люди хотели тоже как-то быть причастными к музыке. И Джулия научилась играть на гитаре со своей лучшей подругой Морин. Она участвовала в спектакле «Я не эфелева башня». И к этому спектаклю музыку написал их друг, очень талантливый молодой композитор, который потом стал очень известным, Колин Селл. Ну и этот спектакль пришел посмотреть друг Колина, студент-медик Малькольм Дональдсон. И так образовалась четверка друзей, которые все были очень музыкальны, талантливы. Они стали петь, выступать на разных площадках и, в принципе, очень весело проводили время. Постепенно Колин стал больше времени проводить на радио и постепенно отошел от этой четверки. В 1969 году Джулия и Морин уехали на стажировку в Париж. Через какое-то время к ним приехал Малькольм. И они втроем стали выступать на парижских улицах. Они пели песни из мюзиклов, они пели песни Битлз. И очень весело и беззаботно жили в этот год. По возвращении в Лондон из этой троицы остались только двое. Джулия и Малькольм, которые продолжили гастролировать не только в Англии, но и в других странах Европы. Ну и так вот они дружились еще крепче. Вот как эти годы вспоминает сама Джулия. На каникулах мы часто вместе ходили на уличные прогулки. Мы пели около кафе и собирали деньги в большую шляпу. Я писала специальные песни для каждой страны. Лучшей была песня на итальянском языке о пасти. И через два года Джулия и Малькольм поженились. Они поженились и у них в этом браке, в счастливом браке, родилось трое сыновей. Джулия, которая отличается невозможным чувством юмора, говорит вот так. Мы с Малькольмом женаты уже почти 50 лет. Я, к сожалению, не вышла за кота Джеффри и Мэри тоже. Ну, я думаю, что она ни о чем не жалеет, потому что это получилась очень дружная и веселая пара, которая до сих пор вместе и которая продолжает радовать нас своим творчеством, в том числе и музыкальным. До рождения своего первенства Джулия и Малькольм очень много работали. Он работал врачом-педиатром, а Джулия работала в разных издательствах. Она также работала на радио. Она писала сценки и песни для программ на радио BBC. И они с Малькольмом даже записали несколько дисков с этими песенками. Как вспоминает Джулия, ей приходилось писать песни на самые разные темы, как задания давались ей от радиостанции. Она писала про грязные стекла, про какие-то абсолютно бытовые вещи, на самые разные темы. Помимо песен она успела сочинить два мюзикла. Они назвались в русском переводе, будет звучать как «Торт короля Гранта» и еще один мюзикл «Пират на пирсе», которые были поставлены, между прочим, на сценах Лондона и Бристоля. Ну и еще Джулия параллельно с этим училась, воспитывала детей и стала преподавать английский язык в школах. Она также устроилась волонтером в школу, в которую ходил их первенец и стала вести замечательные, интересные уроки не только английского языка, но и литературы. Участвовала в театральных постановках и воспитывала детей. Работая с разными издательствами, Джулия решила обратиться в одну из них в 1991 году с предложением сделать одну из своих песенок, забавных песенок, превратить эту песню в историю с картинками для детей. Ну и так на свет через два года, в 1993 году, появилась первая книга Джулии Дональдсен, которая называлась «Если в домике тесно». Эта книга вышла с иллюстрациями немецкого художника-иллюстратора Акселя Шефлера, который в то время жил и работал в Лондоне. Ну и как Джулия вспоминает про это событие, было очень интересно, было здорово держать книгу в руке и представлять, что удивляться, что она не растворится в воздухе, как ее песни. Это было знаковым событием в жизни Джулии Дональдсен, не только выход книги, но и знакомство с этим прекрасным художником-иллюстратором, с которым они дружат по сей день. Аксель Шефлер и Джулия Дональдсен очень много работали вместе, и вот совместным их творчеством стали очень многие и любимые вами книги. Конечно же, это и всеми любимые Груффало, и его дочурка, и Человеткин, и многие-многие другие. Они и сейчас работают вместе, и мы к этому еще вернемся. Ну, несмотря на то, что Джулия Дональдсен и Аксель Шефлер отлично сработались, Джулия Дональдсен работала и с другими художниками-иллюстраторами, такими как Лидия Монкс, Дэвид Робертсон и Ник Шараттон. Так Лидия Монкс проиллюстрировала серию книг о очень хвастливой девочке, которая была отражением обычной девочки по имени Элен. Прототипом этой истории стал персонаж, придуманный сейном Джулией Дональдсен, он считал, что за зеркалом живет человечек. Ну, вот этот вот человечек стал прототипом этой хвастливой девочки. Ну, также Джулия Дональдсен написала прекрасные истории о забавной рыбке Тюльке, или о рыжем драконе Зоге, который ходил в школу и очень старательно учился быть грозным. Она написала приключения про великана Джорджа и много-много других историй. Ну, а как же появился всеми любимый Груффало? Эта история тоже очень занимательная. Кто лег в основу прототипа этого персонажа? Однажды Джулия Дональдсен готовила к выходу серию образовательных игр, основанных на сюжетах сказок из разных стран. И таким образом она познакомилась с китайской сказкой, в которой девочка познакомилась, увидела тигра и сказала, что она очень смелая и хочет доказать это тигру. Девочка повела за собой тигра по джунглям, и все встреченные животные, все, кто им попадался по дороге, очень сильно боялись. И тигр читал этот испуг в глазах встречных и думал, что все они боятся девочку. Но боялись они, конечно же, тигра. И вот таким образом родилась идея книги о Груффало. Девочка превратилась в маленького мышонка, храброго и очень сообразительного. Ну а устрашающий тигр превратился в прекрасного, чудесного, чудесного, пугающего Груффало, которого бояться никто из детей не собирается. Когда Джулия Дональдсон написала эту историю и отправила Акселю Шеффлеру, он с удовольствием проиллюстрировал ее. Ну и эта замечательная книга получила большое количество наград и премий. По ней снят мультик. Можно услышать, как сама Джулия Дональдсон читает эту историю. Ну и, конечно же, самой главной наградой остается любовь и признание читателей всех возрастов. Между прочим, эта книга расходится миллионными тиражами в самых разных странах мира и переведена на 40 языков. Помимо сказок и песенок, Джулия Дональдсон пишет еще и учебники. Она пишет книги для чтения для школ, пьесы для постановок в школьных театрах. А еще она очень активный человек. Она принимает активное участие ежегодно в Международном Эдинбургском книжном фестивале. Участвует в различных мероприятиях, очень любит выступать в библиотеках, проводить какие-то встречи со своими читателями. Конечно же, любит делать постановки со своими юными читателями, которых активно вовлекает в действие, дает им задания. И они с большим удовольствием эти задания выполняют и становятся такими активными участниками представления. В 2007 году Джулия Дональдсон отправилась в такое международное турне. И знакомила читателей из разных стран со своим творчеством. А еще она очень радует за то, чтобы чтение было доступно каждому, чтобы библиотека становилась больше, чтобы книг становилось больше. Она очень часто говорит о том, что чтение, любовь к чтению нужно прививать с детства. Ну и своим творчеством она, конечно же, вносит очень существенный вклад в это дело. Ну, с целью привлечь внимание к разным проблемам чтения, она даже совершила такое вот шестинедельное турне в 2012 году. И выступала, все встречи ее были посвящены именно проблемам чтения и тому, что доступное чтение должно быть каждому. Джулия Дональдсон активно участвует и в благотворительных проектах. Она помогает начинающим художникам, художникам-иллюстраторам, помогает детям из неблагополучных семей получать книги, читать, прививать любовь к чтению. Дональдсон получила почетную степень доктора гуманитарных наук двух университетов Бристольского и университета Глазго. А еще она получила степень ордена Британской империи за заслуги в области литературы. Это государственные награды, и это очень-очень почетно. Последние годы Джулия Дональдсон продолжает писать новые детские истории и работает вместе с Акселем Шефлером. Ну и еще я хотела сказать про то, что в свободное время Джулия Дональдсон продолжает играть в небольших пьесах, поет, играет на пианино и продолжает писать песни. Она находит время на все, на все буквально. Сейчас Джулия со своим мужем Малькольмом живут в Шотландии, в Глазго. Ее муж продолжает работать педиатром, а у Джулии есть свой сайт, на котором много всего интересного. Она выставляет и свои книги на разных языках, и есть еще раздел, который называется Storytelling. Вы можете зайти и посмотреть. И даже если вы не понимаете английский язык, то вам будет очень интересно посмотреть, как сама Джулия Дональдсон читает свои истории. Раздел называется «Джулия Дональдсон и ее друзья». Они вместе с мужем делают такие вот театрализованные постановки по мотивам своих книг. Аксиле Шеффлера вы можете встретить в этих видео и посмотреть, как он рисует ваших любимых персонажей и рассказывает о них. Ну и вообще эта дружная, веселая компания заряжает позитивом. И вы многому научитесь, смотря эти замечательные видео на сайте Джулии Дональдсон. Заходите к ним в гости, обязательно. Вам точно понравится. Ну, а мы прощаемся. До новых встреч. А вы сейчас пойдете к полке с книгами. Возьмете книгу Джулии Дональдсон и прочитайте ее. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok